Приветствую всех жителей и гостей канала Хард Сити, у микрофона снова Андрей и мы с вами продолжаем проходить игру Fallout 4 на максимальном уровне сложности в режиме выживания. Напоминаю, нам нужно было добраться до маслобойни Парсонс. Собственно, мы уже это сделали. Тут какие-то гопники похитили груз какой-то. Рейдеры-психи. Ну, что там, ничего особенного так. Просто психованные рейдеры. Че ты там засел? Рейдер-выживальщик. Не выживают рейдеры просто после встречи с нами. Что и неудивительно. Таинственная сыворотка. Усиливает усталость и подавляет иммунитет, но взамен этого дает сопротивление урону 50. Радиацию снижает на 36 тысяч и повышает силу на 5. Весьма-весьма недурно. Хорошая такая сыворотка. Теперь ее нужно доставить обратно к Эботу. Путь, конечно, не близкий. Но у нас есть всеми любимые чудеса монтажа. И вот мы уже у Кэбота. Мама, она не пропала. Ты знаешь, где она? Нет, но это не значит. Твоя сестра пропала, я хочу, чтобы ее нашли. Зачем нужен Эдвард, если он не защищает семью? Мэм, я бы с радостью отправил кого-нибудь на поезд. Это не... Мама, у Эдварда есть дела поважнее. Что-то ценное? Да, давай. Для Кэй, ты еще. Эмоджин сбежала. Может, ее убили. Сейчас она лежит где-нибудь в канале. А тебе плевать. Эдвард не должен бросать все дела, только потому, что Эмоджин снова завела любовника. Джек, как ты смеешь так непочтительно отзываться о своей сестре? Семейная ссора. Да, я хочу посмотреть, как Кейтс и Кейтс. Научишь так же? Да, я не думаю, что ты даже слушаешь. На него напали какие-то рейдеры, которые обосновались у Парсенса. С ними уже покончено. Не нравится мне, что в окрестностях Парсена появились рейдеры. Надеюсь, они не замышляют ничего серьезного. А сыворотка, которую он нес, вам удалось ее вернуть? Ничего не осталось. Вся сыворотка пропала. Да, ясно. Ну ладно. Вот ваша плата. Жаль, что так вышло с сывороткой. Так, насчет следующего задания. Наверное, вам пора познакомиться с Вильгельминой. Джек будет недоволен. Идемте. Эмоджин и ее любовник. Задание так и называется. Кейт. Что скажешь вообще? Да, хочу спросить, что ты думаешь. Лучше бухла только одно. Но качественная драка. Правда ведь? Правда. Правда. Как бы в целом, правда. Спасибо, Эдварь, на тебе. Почему ты не можешь быть таким же преданным, как наш дорогой... Что-то там. Не нужно ей покатать Эдвард. В следующий раз с ней вообще можно будет. Я просто выполняю свою работу. Кстати, мы выяснили, что осталось последней партией, отправленной из Парсонса. К сожалению, она вся досталась Рейдерам. Ой, это плохо. Наши запасы на исходе. Ну что ж, придется ждать следующей партии. Эмоджин сестра Джека. Это вы, наверное, уже поняли. Она немного резкая. Импульсивная. Время от времени она сбегает, обычно с новым бойфрендом. Тогда я поручаю кому-нибудь вернуть ее домой. Сарказм. Супер. Значит, сестра еще более психованная, чем Джек. Она не сумасшедшая. Просто мир кажется ей совсем не таким, какой она... Какой он на самом деле. Я не знаю, где она, но скажу, где вам стоит начать поиски. Она много времени проводила в добрососедстве в местном джазовом клубе Третий Рейс. Наверняка там кто-то что-то знает. Она любит поболтать. Значит, иду искать безумную сестрицу. Ну, пойдем. Не знаю, над чем они тут работали, но вряд ли над чем-то хорошим. Да, да. Я тоже так думаю. Ну, а в добрососедстве все уже успели забыть о несчастном случае, который произошел совсем недавно. Вниз по лестнице. И не мешай отдыхать другим клиентам. Чарли заведует выпивкой. Я разбираюсь с выпивохами. Понятно. Держи в курсе, как говорится. Выпивоха. Красиво поет. Да и выглядит тоже неплохо. С Магнолией обязательно пообщаемся. В принципе, пока у нас с Кейт ничего нет, можно и Магнолию поклеить. Как вариант. А можно тоже зайти. Мы типа вдвоем поем в один микрофон. Хоть бы кто что сказал, я не знаю. Я вообще-то как бы типа на сцену зашел. Магнолия. Магнолия. Слышишь? Магнолия. Не хочет. Поет до сих пор. Ну пока она поет, можем в принципе поспрашивать про... эту сестру. Лучше у бармена. Эй, у нас есть пиво. А кто не пьет пиво, тот вообще не пьет. Эмоджин Кэббет. Ты знаешь ее? Знакомое имя. Она слегка не в себе, да? Правда, я давно ее не видел. Поговорите с Магнолией. Она любит знакомиться с новыми людьми. Может, она что-то знает про вашу пропавшую. Магнолия, этот парень хочет с тобой поговорить. Во. Кстати, не придется даже заждать, пока она допоет. Извините, мисс. В чем дело, дорогуша? Только не говори, что тебе не понравилась песня. Да, красивая. Очень понравилась. Идеальное исполнение. Я думаю, тебе не только песня понравилась. Ха, спасибо. Стараюсь как могу. В тебе есть что-то особенное, так ведь? Не говори. Да, я сама угадаю. А, поняла. Тебе на лбу написано. Я умнее всех присутствующих и прекрасно об этом знаю. Высокий интеллект так притягателен, правда? Таким же ветром такого парня занесло в наши края? Сарказм. Ну, как все было. Просыпаюсь, рядом никого. Только я, мои трусы и гора сожалений. Звучит как начало хорошей песни. Я думаю, мы с тобой поладим. Так теперь моя очередь отвечать на вопросы. Что тебе угодно? Пофлиртовать. Может, нам с тобой стоит узнать друг друга получше? И как же мы это сделаем? Прогуляемся вечерком при свете фонарей. И что потом? Музыка. Я знала, что ты редкое сокровище. Погоди, я накину пальто. Свидание. Пойдем отсюда. Да, я понял, накинешь пальто. Ну, я не знаю, как это происходило. Кейт, видимо, просто ждала нас. Как верный друг. Как ждун. Как хаски. Так. Я не выбиралась в город уже очень давно. Спасибо тебе. Боюсь, для меня на первом месте навсегда останется сцена. Надеюсь, ты понимаешь. Я просто не могу позволить себе никого любить. Да, брось. Увидимся в добрососедстве, когда я буду выступать на сцене, и я буду думать о тебе. Да ладно, это так. Развлечение просто на одну... Кейт, не надо смотреть так осуждающе. Слушай, Багнолия. Извините. Я хочу про Кэб от Эмоджин спросить. Ну, че ты? Я хочу обратиться. Я здесь, чтобы помогать Джиме и это открыть. Даже не поубирали трупы. Хоть бы трупы убрали, я не знаю. Моровский. Кстати, давайте, блин, Моровский. Помойку просто выбросим. Вот так вот. И все. А, нет. Один же мужик тут остался. Нормальный. Адекватный. Ну, теперь, наконец-то, можно спросить про Эмоджин. Магнолия. Это снова ты. Сегодня мой счастливый день. Что тебе угодно. Флиртовать? Могу ли я украсить у тебя публику на этот вечер? Я не думаю, что это хорошая идея. Я могу еще что-то для тебя сделать. Кэб от. Вы знаете Эмоджин Кэб от? Эмоджин? Да, конечно, я ее знаю. Правда, я давно ее не видела. Где она? Это зависит от того, зачем ты ее ищешь. Это тебя ебать не должно. Себя хочет узнать, что с ней. Я рада, что ее кто-то ищет, а она из тех, о ком нужно заботиться. Так, блядь, быстрее. Время уходит, говори, где она. Раньше сюда постоянно заходил один проповедник, один из самых пронырливых. Он вечно болтал, что нужно менять свою жизнь и все такое. Другие клиенты с ним разговаривать не желали, а вот Эмоджин он чем-то зацепил. Наверное, дело было и в том, что на вид он был ничего, напористый. Некоторые женщины не могут устоять перед такими. Хэм! Подойди на минутку. Кто такой Хэм? Хэм? Охранник, что ли? Секьюритрон этот. Что случилось, мисс Магнолия? О нет, просто этот джентльмен разыскивает Эмоджин. Ты не знаешь, откуда был тот проповедник. Брат Томас? Да, точно. Тот, которому Лип Лави Моджин. Мне пришлось его выставить, он приставал к посетителям с этими разговорами о спасении. Все просил приходить к нему в Бэкбэй. Пытался всучить свои дурацкие листовки. Вот, одна у меня сохранилась. На тот случай, если он не заплатит по счету. Спасибо, милый. Ты здорово нам помог. Для вас все, что угодно, мисс. Надеюсь, что Эмоджин не пострадала. Мне не очень-то нравится мысль о том, что она ушла с этим проповедником. Ладно, займемся этим проповедником, значит. Вот, собственно, сейчас у нас и должны начаться проблемы, потому что это те сектанты, которых мы уже убивали. Интересно, будут ли эти проблемы. Маркер куда-то показывает. Кстати, новый проповедник? Брат Томас? Добро пожаловать. Мы всегда рады новым лицам. Скажи-ка мне, тебя когда-нибудь посещало такое чувство, будто весь наш мир сломан? Ты не спрашиваешь себя, почему нельзя сделать так, чтобы все стало, как в старые добрые времена? Согласись. Так и есть, весь мир сломан. Я тоже так раньше думал. А потом я нашел способ, как все изменить. Как преобразить свою жизнь и жизни тех, кто рядом. Мы называем себя столпами сообщества. Наше движение возникло недавно, так что о нас пока мало кто слышал. Но число наших сторонников по всему содружеству растет с каждым днем. И ты тоже можешь стать частью нашего волнующего будущего. Пойдем со мной, я расскажу тебе о нашем движении и о том, как стать его частью. А что насчет эмоджин? Я еще эмоджин. Извини, эмоджин сейчас не здоровится. Она не принимает посетителей. Мне надо с ней увидеться. Я просто хочу убедиться, что с ней все в порядке. Я даю тебе слово, с ней все нормально. Просто она сейчас не может выйти из комнаты. Не то, чтобы тебя это касается, но у нас с ней просто небольшая семейная ссора. Ты знаешь, как это бывает. Она сейчас не хочет никого видеть. Припугнуть. Просто чтобы ты знал, был еще один парень, что пытался меня развести, теперь кормит червей. Для начала можно просто руки тебе отхреначить. Понятно, я сейчас просто отопру дверь, окей? Окей, блядь, окей, давай. Давай, веди меня. Просто чтобы ты знал, вот это вот все, вот эти вот все послушники, это я сделал. Держу тебя в курсе. Поэтому не советую дурить и выделываться. Весь Фар-Харбор разъебан. Добро соседство. Блядь, поселение. Я уже со счета сбился, сколько всего тот Говард уничтожил на своем пути. Поэтому давай, отпирай чертову дверь. Делай с ней что хочешь. Вот Эмоджин. Пока что никакого бага не вижу. Эмоджин, вы должны быть Эмоджин. Ничего не говорите, вас прислала Джек. Вы сестра Джека? Мне казалось, что вы должны быть моложе. Она выглядит как тюмом. Да уж, умеете вы польстить женщине. Давайте уточним. Я младшая сестра Джека, любимица всей семьи. Как только вернусь домой и приму сыворотку Джека, то снова стану неотразимой. Сыворотка против старения? Она скорее останавливает старение. Я начал ее принимать, когда мне было 32, так что обычно я выгляжу именно так. Вы все увидите, когда я получу лекарство. Я была одной из первых красавиц бостонского высшего света, когда таковой еще существовал. Отдать, да сейчас отдать сюда, да, блядь. Мне плевать на ваши косметические процедуры, идемте уже. Я не просила себя спасать. Вы могли бы проявить немного больше благодарности их к человеку, которого спасет. Рано или поздно Томас бы меня отпустил, но мне уже надоело ждать, когда к нему вернется разуме, так что спасибо. Все равно Томас мне уже надоел. Сначала он казался таким интересным, но когда мы прибыли сюда, выяснилось, что он обычный мужлан, как и все остальные. Он на самом деле думал, что заставит меня вступить в эту нелепую секту. Ваш бойфрин Томас был настоящим обояшкой. Я с ним порвала. Кроме того, ему не стоило запирать меня здесь. И да, я с вами не пойду, передайте матери, что я скоро вернусь, но сначала мне нужно выпить. Ну ты и проходюк, после перейдите банды миссионеров про пупс на харизму и пистолет Лоренца можешь забыть, ты что не знал всем известный баг игры и загадки дома кеботов до конца уже не пройдешь. Снайперкой в режиме скрытности за несколько заходов можно было очки получить и никто лишний не пострадал или на 15 уровне дождаться, когда Ада всеми роботами сама справится, там тоже эти очки есть. Ну ты и проходюк. Ахахахаха! Ахахахахаха! Ой, блядь, как мне нравятся комментаторы, которые пишут непроверенную информацию, блядь, а потом по сути обсираются. Ребята, прежде чем что-то писать, пожалуйста, проверяйте комментарии, не стоит позориться. Проверьте, блядь, сначала всю информацию, а потом уже пишите. Я-то не против, в принципе, можете делать, что хотите, но просто зачем самого себя позорить? Это некрасиво, это как будто бы ехать на велосипеде и вставить самому себе палку в колесо. Думаете, что подъебываете меня, а на самом деле, блядь, просто позоритесь. Я не помню, там какой-то рандомный просто чел залетал в комментарии и написал, что этот квест теперь не выполнить на этом этапе. Ну, как видите, блядь, выполняется нормально, никаких проблем. Так, чё-то их обратно, повторяю, мы отступаем к главному. Эдвард, переходи на боковую полосу частот, слышишь меня? Эдвард, переключайся на модулятор Хартли, возможно, там нет что-то цены, блядь. Кейт, да что ты вечно? Переключаюсь, теперь как? Есть, Эдвард, что там происходит? На нас напали, они в здании. В здании? Удержать подвал сможешь? Я пытаюсь, Джек, никогда не видел, чтобы рейдеры... Ради бога, Сэмми, дверь, вон там! Там, по-моему, пиздец. Сейчас нас по-любому туда пошли. Извините, тут сейчас немного напряженно. Слушай, если они в здании, иди в офисе, отключи лифт. Нельзя допустить, чтобы они добрались до Лоренцо. Ясно, офис, лифт. Скорее, собирайте всех и приходите. Эдвард? Отвечай, Эдвард! Тьфу ты, сигнал пропал, связи нет. Джек, что происходит, если в Фарсонс ворвались люди, если они его освободят? Не волнуйся, я разберусь. Я знала, что все это закончится зря, я позволила тебе запереть там Лоренцо. Мама, от тебя никакой пользы, и насколько я помню, это была твоя идея насчет сыворотки, а не моя. Так что ты будешь делать? Я же сказал, разберусь. Я еще думаю. Джек? Что происходит? Это Эдвард. Он в Фарсонсе, старой психиатрической больнице, на них напали рейдеры. Странно, раньше охрана без труда отбивала атаки рейдеров, не понимая, что произошло на этот раз. Ну, в них сыворотка. Удалось найти Эмоджи. С ней все в порядке. А, да, хорошо. Слава богу, хоть какое-то утешение в этот ужасный день. Вы, конечно, хотите получить награду, обычно этим занимается Эдвард. В качестве денег вы используете крышки, да? Вот. Надеюсь, что это адекватная сумма. Так, теперь нам нужно разобраться с возникшей ситуацией. Как ты можешь так наплевательски относиться к судьбе своей сестры? Может, это те же рейдеры, которые указали последнюю партию? Если кто-то из них использовал неразбавленную сыворотку, да, это может объяснить их неожиданные успехи в столкновении с людьми Эдварда. Сыворотка? Что именно делает эта сыворотка? Похоже, вам пора это узнать. Основное свойство этой сыворотки заключается в том, что она останавливает старение. Я и моя семья прожили более 400 лет. У этого метода есть и другие побочные эффекты, особенно если использовать неразведенную сыворотку, например, ту, что украли рейдеры. Она увеличивает силу и защиту от всех видов физического урона. Так что, по крайней мере, один из этих рейдеров значительно опаснее тех, с которыми вы привыкли иметь дело. 400 лет? Если вам 400 лет, значит, вы родились еще до Великой войны. Да, думаю, вы тоже. Я бы сказал, что вы из середины 21 века. Откуда, блядь, ты можешь знать? Что навело вас на эту мысль? Речевые обороты, манеры, физическое здоровье. Как только я вас увидел, я вспомнил старые времена, но я только сейчас понял, почему. Хотите еще что-нибудь добавить? Откуда сыворотка? Где вы берете ее? Мой отец, Лоренцо Кэббот, заперт в Парсинсе. После того, как он нашел на раскопках в Аравии один артефакт, он стал крайне неуравновешенным и опасным. Он приобрел различные сверхъестественные способности, а также начал становиться все более безумным и агрессивным. В конце концов, мне пришлось посадить его под замок, ради его и нашей безопасности. Угу. Джек, ты уверен, что стоит все это ему рассказывать? Пытаясь его вылечить, я обнаружил, что этот артефакт изменил его кровь. Итак, то, что делает его безумным, обеспечивает нас лекарством, продляющим жизнь. Какая ирония. Но если мой отец сбежит из Парсинса, я навсегда его потеряю. Этого нельзя допустить. Не говоря уже о том, что артефакт сделал его кровожадным параноикам, обладающим сверхъестественными способностями. Если 200 лет просидеть под замком по воле собственного сына, у кого угодно испортится характер. Просто делайте то, за что вам платят. Прежде чем мы отправимся в путь, я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Когда мы пребудем в Парсинс, вы должны в точности выполнять мои приказы. Не больше, не меньше, ясно? Понятно. У меня плохо получается выполнять приказы. Тогда учитесь, иначе никто из нас не уйдет из Парсинса живым. Подготовьтесь к тяжелому бою, я буду ждать снаружи. Джек, будь осторожен и постарайся с ним помягче. Знаете, что я хочу сказать, блядь, что, походу, тот Говард полностью понимает чувство этого Лоренса, которого собственный сын запер, блядь, на 200 лет в клетке. Не чувствуете, блядь, какой-нибудь иронии? Прямо веет ею, я бы так сказал. Ну, вот мы и добрались до психиатрической больницы. Че, он уже что ли внутри? Он просто пытался бежать вместе со мной всю дорогу, но я постоянно... А, вон он, кстати, бежит, да, вот он. Похоже, люди Эдварда дали врагу яростный отпор, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Как грустно. Нам нужно добраться до моего кабинета, там мы сможем оценить обстановку. О, Машка, все. Наемник. Не оставайтесь, выполняйте мои приказы, тогда все будет хорошо. Это ты от меня не отставаешь, понял? Неприятно признавать, но от этого места у меня дрожь. Такие вещи меня ни капли не волнуют. Вот пауки, это другое дело. Пауков боится, значит. Ты быстрее, Гаррина, цепочку закрыт. Обходить придет. Тут ключ надо. У тебя ключ вообще есть? Тут есть, блядь, открытые двери, слышишь? Это место начинает раздражать, Кейт. Мы только пришли, Кейт. И это необычный рейдинг. Вот это? Это необычный... Что тут пела, что ли, катался? Перчатки, как тебя смерть? Прикольно, я возьму. Просто по приколу. По-моему, не находил ни разу даже. Или пользоваться просто не приходилось. О, привет. Убийцы. Рейдер-убийц. Убить, правда, никого не может. Но это такое. Я надеюсь, я правильно иду. О, тараканы. Да, короче, они сами умрут просто от того, что будут на меня нападать. От электричества. Так, ну, по идее, правильно прям. Прям вот ровно спускаемся. Нормально. Еще где-то здесь, в этом здании, насколько я понимаю и помню, где-то должен быть пупс. На харизму. По-моему, здесь. Да, вот он. Первым делом пупс. Харизма теперь 11 у нас. Эдвард, ты как? В порядке? Все будет хорошо. Ну, хорошо. Что-то надо сделать? Или надо просто подождать, пока ты соизволишь, блядь, прийти сюда. Быстрее иди, блядь. Да не спеши, в принципе. Все нормально. Не торопись. Эдвард, ты сильно ранен. Я уже спросил. Пока жив, но встать вряд ли смогу. Ты помешал или что? Да, я отправил лифт в подвал, как вы и просили, а затем отключил. Хорошо. Пострелял их тут немало, пока они наконец-то не оставили меня в покое. Уже давно тут никого не видел, кажется. Сложно сказать, сколько времени прошло. Блядь, а при мне он, блядь... Видели, он сказал, что все нормально. Ты точно не сможешь встать? Мне бы пригодилась твоя помощь. Да, Джек, знаете, точно не смогу. Ну тогда не волнуйся, мы с твоим другом сами разберемся. Я не помню, чтоб я называл его другом. Они точно добрались до подвала, хотя я и не понимаю, откуда им известно, как это сделать. Но это уже не важно. Нам придется идти через заброшенную часть здания. Похоже, что абрамелиновое поле еще действует, хотя несколько дверей в подвале уже пробит. Нам нужно поторопиться, иначе мы не сумеем их остановить. Кажется, им зачем-то нужен Лоренцо. Потребовать ответа. Я не пойду дальше, пока не объясните мне, что происходит. Полагаю, вам пора это узнать. Невозможно переоценить то, насколько опасным стал Лоренцо из артефакта. Он не только сделался сумасшедшим убийцей, но еще и приобрел огромную силу и сверхъестественную устойчивость к большинству видов физического урона. Он также способен телепортироваться на небольшие расстояния, это похоже свойство самого артефакта. Вообще слабо верится. Так, теперь нам нужно добраться до подвала, пока рейдеры не освободили Лоренцо. Следуйте за мной. Будьте внимательны, Джад. Ввели в Fallout. Блядь, какие-то сверхъестественные способности. У нас еще тут, блядь, люди Икс, блядь, или что? Не понял. Рейдер Берсерк. Берсерки. Берсерки. Ну, такие себе, но дамажат неплохо. Умирают быстро, но дамажат вроде бы так, ну, более-менее. Ты где? Ну, наверху у меня огнестрела нет. Подожди, я к тебе поднимусь. Если подняться можно. Или Кейт вынесет к тебе мозги. А, это прям легендарный. Тогда неудивительно. Легенда просто. И чё? И ничего, да? Правильно. Псих-больница Парсонс открыть. Открыли псих-больницу. А мы постоянно что-то открываем. То ядер мир открывали. Теперь псих-больницу открыли. Какого хрена левша, так какой бардак. Чё-то там, да. Ну, рейдеры спорят. Как обычно. Ребята. Да, бросьте. Хотя нам бы, на самом деле, радиацию взбросить и как-то здоровье восстановить было бы неплохо. Предлагаю с сывороткой вмазаться. Не вижу других вариантов. Придётся это сделать. Ну, с сывороткой мы неплохо так закинулись. Главное, никто не видел. Мы-то сказали, что сыворотки больше нет. А здоровье вообще восстанавливается, нет? Теперь точно должно. Но это всё делается не спеша и медленно. Рейдер убить. Ну, вы, блин, смешнее, конечно. Серьёзно, я даже, блин, сопротивление толку никакого не ощущаю. Просто иду, блядь, как на прогулке. Ты зачем тут прыгал? Можно просто вот так сделать и всё. Кстати, на кровать. Блин, ты пройдёшь? Или тебя молоточком разочек? Воу. Ладно. Вроде бы и прогулка, но чё-то дамажит прям неплохо. Но в целом всё равно прогулка. Это просто, что я даже прям на полном расслабоне вообще прохожу. Даже не напрягаюсь. Хотя, собственно, я так уже давно прохожу. У тебя мурашки по коже, Кейт, от этого места. Не боись. Всё нормально. О! Нормально вы! Чё, там засаду устроили, что ли? Ну чё, засадили? От каждой тени уже дёргаюсь. Кейт, да успокойся. Пока мы будем разговаривать про то, что лифт работает, он может перестать работать. Поэтому давай уже спускаться. Любит он, конечно, блин, поболтать, языком почесать этот Кэббат. Вообще прям такой любитель, я бы сказал. Ну? Вот. Хорошо. Убивайте всех, кого видите, и никого не щадите. Нельзя допустить, чтобы они освободили Лоренца. Открывай дверь, блядь. Дверь открой. Наконец-то. Да стой, ты рейдер. Погоди, куда побежал? Что-то прям понёсся, понёсся куда-то. Сколько наших долбаклюев наверху, а эти гады всё равно. Давай, открывай уже. Тут на самом деле много где в этом квесте можно найти сывороток. Ну, я не вижу особого смысла прям запариваться, искать их. Нужно попасть туда. Ну, давай, открывай дверь. Привет, Джек. Как давно я не имел удовольствия принимать тебя в своём доме. Отец, я намерен это прекратить. Джек, я стал сильнее. Артефакт ещё многому меня может научить. А когда я обрету свободу, то буду рад учить и тебя. Ты же знаешь, что я не могу выпустить тебя, пока не извлеку артефакт. Так, посмотрим. Клянусь, яйцами Люцифера, они заблокировали все двери. Блять, какая новая клятва. Мне придётся открывать их по одной, а ты пока иди по коридору, скорее. Да, давай. Не переживай вообще. Точно. Они ломают дверь, скорее. Я открываю главную дверь, давай. Давай, давай, блядь. Левша. Левша столкнулся с правшой, так сказать. Четыре сыворотки подобрали. Блин, ну силовой, конечно, попортил. Вот она, сила возврата. Где ты трейдер? Вот. Огрели разочечек. Блин, я только разогрелась, да? Так, ну и чё? Помешать рейдерам освободить. Не слушайте моего сына, он безумен. Вы это знаете. Посмотрите, что он со мной сделал. Я встроил безаварийную систему в схему безопасности. Переключите генераторы Абрамелина и в режиме ручного управления, тогда я наполню его камеру смертельной Z-радиацией. Сделайте правильный выбор. Откройте дверь и выпустите меня. Скорее, к нему возвращаются силы. Да, блин, я понимаю на самом деле этого Лоренцо. Я его полностью понимаю. Ситуация у Туда Говарда точно такая же была с сыном, поэтому ничё мы, блядь, там... Чё это за переключатель? Включить ручное управление? Это чё? И это тоже ручное управление. Всё, что мой сын рассказал обо мне, ложь. Вы должны были это понять. Я это понял. Кейт, это не понравилось. А, наконец-то, вы поступили правильно. Вот увидите. Отец, не надо. Ты опоздал, Джек. Подожди там, чтобы мы смогли, наконец, немного поболтать. Уходи, пока тебе не пост. Похоже, Джек не хочет говорить с отсутствием. Знаешь, нам ведь придётся его убить. И всех остальных тоже. Убить его. И все остальные. Хорошая мысль. Тогда идём в дом Кэбботов. Уверен, там они и укрылись. Третьимся там. Только без меня не начинайте. Хорошо. Целая стопка мусора, да? Ну ладно, отправляемся в дом Кэбботов. А как мы отправимся? Двери закрыты. Интересно, как Лоренцо будет их открывать. Лоренцо, открывай. Воу. Слышь, ты полегче. Ну, силы какие-то он имеет. Но я бы не сказал, что он поехавший. Его желание отомстить вполне, по-моему, логично. Я думаю, с этим невозможно не согласиться. Справедливости ради. Стоит убить их всех справедливости ради. Вот что я хотел сказать. А вот мы и в доме. Вы спятили? Зачем вы отпустили Лоренцо? Не знаешь, кому верить. Я не знаю, кто говорит правду, вы или он. И теперь он идет сюда, чтобы убить всех нас. Ну что, довольны? Это моя вина. Я нанял этого идиота, и он вас принял. Назовите мне причину, почему я не должен убить вас прямо сейчас. Неважно. Я ухожу. Не так быстро, мы еще не закончили. И что ты сделаешь? А, вы здесь. Отлично. Как ты сюда попал? Почему тебя это так удивляет? Поехали в доме. Поехали в доме. Поехали в доме. Мне нравится, как ты тут все обустроил. Лоренцо, слава богу, наконец-то ты на свободе. Джек просто не желал меня слушать. Ты же знаешь, я никогда... Все вы меня предали. Держали меня в камере и пожирали меня, словно вампиры. Чтобы продлить свою жалкую, никчемную жизнь. Это правда. Но теперь все это в прошлом. Ваше время истекло. Ну, что тут рассуждать? Надо почаще так отрываться, сказала Кейт. Это пистолет. На кой ляд он вообще нужен? И пистолет Лоренцо. Тоже он мне не нужен вообще. Это шлак. Для ясельной группы. Так, все, залутали. Ну, все закончилось. Спасибо за помощь. Они получили по заслугам. Я вижу, вы понимаете, какое удовлетворение может доставить долгожданная месть. Абсолютно. Абсолютно. Теперь, когда с этим делом покончено, мне придется многому поучиться. Мир извинился, пока я сидел под замком. Похоже, что новый мир предлагает бесконечное количество возможностей для людей с моими талантами и склонностями. Я вижу, что мы отлично сработаемся. О, я понял это, как только вас увидел. Я понял. Вы догадаетесь, что меня нужно освободить. Но сначала разберемся с одним делом. Я обещал поделиться с вами кровью, а я всегда держу свое слово. Угу. Продавайте и не выбрасывайте его. После дел, переходим к удовольствиям. Выпить, если хотите. Несмотря ни на что, Джек, похоже, жил весьма неплохо. Савант на завершение квеста? Да, но все равно немного. 506 всего лишь. Так, ну, в принципе, я не знаю, что нам тут. Разрешит Лоренцо поспать где-нибудь на кровати тут или не разрешит? Как вообще? Есть здесь где-нибудь кровать? Кровать-то есть? Блядь, ну и хата у них. Заблудиться можно. Я не знаю, что они работают здесь. Но это не может быть хорошо. Всякие финтифлюшки. Блядь, тут кровати есть? Во. Спать. Ну, нельзя. Нельзя. Видимо. Ну, я все равно попробую. А что? А вдруг? Бывает такое, что даже несмотря на то, что пишут, что спать нельзя, все равно можно спать. Я так на потогонке сделал. Когда перебил всех гулей. Чтоб сохраниться. Нет, здесь не получится. Ну и ладно. Не страшно. А вот к нам и подошла жена, собственно, Пола. Я в Даймонд-Сити нахожусь, которая спрашивает, можно с вами поговорить? Пожалуй. Наверное. Вы меня помните? Вы были в колониальном баре в тот раз, когда Пол устроил сцену и подрался с Генри. А теперь он пропал. Мой Пол. Это совсем на него не похоже. Я беспокоюсь, не случилось лишь с ним что-нибудь. Пол мертв. Пол сгарит. О боже. О боже. Как ты? Ты знаешь, что произошло? Мне пришлось его убить. Чем я в обездачу? Нет. Нет. Изведи. Я лучше пойду. Дальше бухать. Просто я иногда так по нему скучаю. Да, 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 да. Я, собственно, собирался силовой отремонтировать, чем я и продолжу заниматься. В общем-то, продолжаем проходить такие нормальные квесты, интересные. И мы сейчас займемся конститюшеном. Этим кораблем, который находится на крыше разрушенного двухэтажного здания. Ладно, может быть, там было и три этажа. Не суть, важно. Сейчас что-то там сканирует. Ты меня сам приглашал, блядь. Что-то сканирует уже. Смотри. Сканер. Смотри, не сломай. Так. Наверное, надо на третий этаж. Да. Здесь, как вы помните, роботы всем заправляют. Там вон и часовой робот. Сказали, чтобы мы поднялись на борт. Помогли чем-то. Помогать тот Говард любит. Кошмар. Почему так воняет? Я не знаю, я не слышу. Это капец, который говорит. Мы поднимем альянского солдата. Что так громко-то? Или это только мне кажется, что так громко? Что-то, по-моему, он прямо заорал. Орет прямо что-то, блядь. Неопознанный чужак. Чужак. Прошу разрешения применить оружие. Только попробуй, тогда превратишься в гору металлолома. Обнаружены угрозы. Жду разрешения ликвидировать цель. Есть капитан. Убираю оружие. Капитан, здравомыслящий человек. Сейчас с ним пообщаемся. Как туда вообще попал корабль? Да, черт его знает, Кей. В таком месте можно долго обороняться. Да? Да. А вот и капитан, блин. Выглядит прямо как этот. Я быстро сказать, блядь. Как механический Дэйви Джонс. Я не знаю почему, но он почему-то напомнил. Я не потерплю подобной наглости, штурман. Прикажите наблюдателю просканировать две точки по левому борту. Бегом. Есть, капитан. Наш солдат прибыл. Надеюсь, первый помощник не слишком грубо с вами общался. Мы так давно не видели армию Конгресса. Требовать ответ. Ты что, сломан? Почему ты так разговариваешь? Какое необычное солдатское ругательство. Оно разогревает мои схемы. Это гордость нашего флота, Конститюшн. Я его капитан, и поэтому моя привилегия поддерживать здесь определенные правила приличия. Почему ты вообще здесь? На этом корабле. Он же жутко старый. Когда-то на этом корабле располагалось командование флота нашей великой страны. Уместно, чтобы эта честь снова досталась ему, верно? Верно. Ты не объяснил, почему ты так разговариваешь? Оглядитесь. В эту пору великой смуты не лучше ли вспомнить о манерах более цивилизованной эпохи? Если этот ответ вас не удовлетворил, то боюсь, что другого у меня нет. Ну, давай к делу. Ваш часовой сказал, что мне нужно подняться сюда. Зачем? Я должен признаться, что нам нужна ваша помощь. Вы посетили этот корабль в тяжелый момент. Столько долгих лет он провел на этой мели. Будьте вы прокляты. Уэзербейт, вклады и займы. Я плюнул на вас. В каком жалком состоянии находится этот знаменитый корабль. Если честно, я даже не могу поверить, что эта деревяшка еще не развалилась. В этом мы с тобой согласны. Более всего мне досаждает моя неспособность нести свой вклад в победу над врагом. У моих орудий нет других целей, кроме кратокрысов и бездельников. Обмен любезностями закончен, Конститюшн нуждается в ремонте. Только тогда он сможет выполнять свои задачи. А чё по награде? Деньги вперед. Какая необычная просьба. Будь вы из моряков, я бы напомнил вам о присяге, но раз вы солдат... Да, солдат удачи! Я распоряжусь о том, чтобы вам немедленно выдали премию. Обратитесь к корабельному казначению. Обратитесь к боссману и штурману. Они передадут вам инструкции. Можете идти. Внимание, ребята! К нам приближаются мусорщики. Солдат, к орудию! Убивать только в случае крайней необходимости. Обычно эту шваль можно рассеять парой предупредительных. Активировать рубильник. Ебаню, амразовочек! Чё, всё, что ли? Всё? Да нет, вон ещё мусорщик. А ещё разочек можно? Ну, а ещё разочек нет? Нельзя. Блин, ну мне понравилось с пушек стрелять. Ещё разочек больной бы. Давайте колокол. И рубильник. Ну ладно, у меня таки много патронов есть. Я, правда, их практически не вижу. Врагов, которые я имею в виду. Темно. Оптики нет. Ну чё? Ещё где-то живой. Станьте к турелям, покажите. Где турель? Тут турель была? Какая-нибудь. Или это он так? Чисто рофлит. Надо мной. Наверное, рофлил. Поговорить с ботсманом. Отразить нападение. Так я отразил нападение мусорщика, разве нет? А, ещё живой есть. Легендарный мусорщик. Легенда среди мусорщиков. У меня больше ничего нет? Ну да, я всё подал. Ну давайте как-нибудь это, сами побыстрее. Да блин, дай мне... Отдать залп и зарубить. Ну как отойди, блин. Ты перекрыл мне весь вид. Шмаляет? Хорошо, конечно. Всё. Атаку отразили. Поговорить со штурманом. Пойдёмте. Пообщаемся с этим штурманом. А чё, эти роботы прикольные. Забавные. Ты штурман. Одним своим присутствием вы оказываете великую честь этой скромной машине. Я нарушу собственные программы, если тоже не вставлю реплику. Да здравствует капитан. Ты часто вставляешь реплику? Да, это так. Я услицаю от избытка чувств, а не потому, что меня пять раз перепрограммировали, чтобы я от всей души восхищался этими чудесными выражениями и анахронизмами. В моём металлическом сердце пылает огонь любви и страсти к нашему капитану. Ура! Почему тебя перепрограммировали? В этом участвовал капитан? Я расскажу это вам только, чтобы предупредить. Капитан требует, чтобы все говорили правильно. Угу. Это я понял. Мы наследники священных традиций. Когда-то я думал, что он, ну, в общем, безумен. Однако новая программа позволяет мне видеть его неизмеримую мудрость. В ходе последней морской экспедиции нам удалось найти множество необходимых вещей, в том числе запасные силовые кабели, сэр. Увы, из-за серьёзной нехватки конечностей, я несколько не в состоянии заменить кабели самостоятельно. Ну давай я помогу. Так уж и быть. Мои эмуляторы тревожности деактивируются с каждой микросекундой. Как только разберётесь с этим делом, заклинаю вас, возвращайтесь, чтобы принять от меня знак моей вечной благодарности. Ага. Угу. Хорошо. Новые кабели. А мне вообще нужны кабели? Я же могу, по идее, и так отремонтировать это всё. С интеллектом. Потому что умные. Потому что умнющие. Крышка открыть. Починить. Вытащить запасные кабели. Вы выдираете провода из ненужных или нефункционирующих бортовых систем и заменяете порванный силовый кабель. Давайте возьмём новые кабели. Они вообще в хламе. Чё там, промотка? Нет, медь и сталь. Ну ладно. Тогда, в принципе, значения не имеет. Так, чё там, вниз, да? Сюда. Да, туда. Починить. И здесь тоже. Починить. Так, теперь нужно поговорить. С ботсманом. А, значит, этот чел, который награду даёт, он вообще, наверное, на первом этаже. Вернее, вообще внизу, на улице. Даже не на корабле, это тот, наверное, встречающий, который нас встречал. Ботсман. Энергия снова течёт по жилам Конституции. Её изголодавшиеся системы оживают. От всего сердца благодарю вас. Ура. Однако, это продемонстрировало новые проблемы в нашей энергосистеме. Силовое реле, на которое я к стыду своему уже жаловался, ведёт себя крайне непредсказуемо. Не бойся, я его починю. Молодчина, сэр. Катушки силового реле довольно распространённые детали. Могу я порекомендовать вам навести справки у местных лавочников. Они наверняка окажут вам содействие. Попутного вам ветра и тихого моря. Вообще-то, по идее, у нас есть интеллект. Мы справимся так. Почини сломанные катушки. Вы отключаете питание и тщательно прочищаете катушку. После этого вы устанавливаете её заново и включаете питание. Теперь напряжение в сети уже не будет скакать. Ну вот и не надо никуда бегать, ничего покупать. Потому что мы умные, блядь. Эй, Боцман, энергия течёт сплошным потоком. Я бы поаплодировал вам, но, увы, я не способен в связи с отсутствием инструментов для хлопания. Но ура вам, сэр, ура! Ну, всегда, пожалуйста, Боцман. Вы слишком добры. Я больше не нуждаюсь в помощи. Но у нашего штурмана также хлопот полон рот. По слухам, система управления на последнем издыхании. Если вы ещё не говорили с ним, непременно сделайте это. Прощайте. Ну, давайте. Давайте поговорим. Что вообще показывает на улице? Ну, ладно. Давайте спустимся. Правда, мне почему-то казалось, что нам нужно наверх. Стой, стой, мистер навигатор. Привет, солдат. Угроза ликвидирована. Оценка ущерба начнётся после того, как данная единица выполнит все запланированные работы. Вы, роботы, отлично защищаете свой корабль. Декларация номер один. Защитить Конституцион любыми средствами. Система управления отключена. Обнаружены многочисленные ошибки. Первая ошибка. Украден чип управления. Эта машина просит его вернуть. Скажи, где он? Чип находится у воров. Людей и мусорщиков. Заберите чип на фарпосте мусорщиков. Капитан назначил награду за его возвращение. Применение оружия разрешено только в случае крайней необходимости. Шлюпка на корме разблокирована и готова к использованию, сэр. Не стреляй! Не мы приказали этим уродам напасть на корабль. И они не пытались тебя замочить. Просто хотели убить этих чёртовых роботов. Значит, кое-то из ваших чуть меня не убил. Мы же сказали этим психам, что не надо атаковать. Это не ваше, не наша вина, понятно? Но они увидели, как ты поднимаешься на Конституцион и просто спятили. А как тебе удалось подняться на борт? Мы думали, тебя в порошок сотрут. Тебя и... нет. Как мне удалось туда попасть, это моё дело. Ладно, прости, что спрашиваю. Но удалось тебе глянуть, что внутри, а? Столько добра. Настоящая сокровищница. Просто ждёт, чтобы её обчистили. Я бы так не сказал. Там ни хера нет. Значит, причина всему жадность. Как и всегда. Эй, если мы продадим все эти штуковины, то даже не знаю, они помогут сиротам и всё такое. Какими? Чё ты несёшь? Нам, людям, они пригодятся больше, чем этим роботам. Я так не думаю. Значит, вы поговорили с жестянкой. Что он сказал? Айронсайт говорит, что вы украли чип управления. Хочет получить его обратно. Его чип управления. Точно. Знаешь, для чего его чип? Для ракет. Для огроменных ракет на корабле. Он спятит. Вы нападаете, естественно, нужно защищаться. Значит, он хочет построить ракету. И тебе что, наплевать? Абсолютно. Плюнь на этого робота, работай с нами. У нас тут полно друзей поблизости. Рано или поздно мы одержим победу. Ребят, мне новые друзья не нужны. Если чё. Это вам выгодно дружить со мной, а не мне с вами. Ты что-то скрываешь, да? Знаешь, волшебный трюк, который поможет туда попасть. У этого парня есть пропуск на корабль. Так что, заткнись. Помоги нам уничтожить эту жестянку. Помочь Айронсайду. Так не пойдёт. Я с Айронсайдом. Ну так иди к чёрту. Повезло тебе, что мы тебя не пристрелили. Повезло. Я так не думаю. Я так не думаю, ребятки. Вы вообще чё-то путаете? Я понять не могу. Чип управления НХ-42. Отличная находка. Ой, небось это, я ничего не видел. Да это, собственно, не воровство было. Я, наоборот, возвращаю имущество. Привет, солдат. Привет, солдат. Чип возвращен. Выдаю награду. Отчёт о диагностике. Остаётся одна ошибка. Передача к радару системы управления не функционирует. Необходимо замена. А починить? Можно? Значит, мне снова придётся вас выручать. Заявление солдата соответствует действительности. Добудьте передачу к радару Посейдон в указанных координатах. Следующая награда будет выдана после выполнения задания, сэр. Подожди. Починить же. Есть вариант. Я починю, блядь. Так, это радар, извлечённый системой навигации на судне береговой охраны. Почти все его компоненты исправлены или заменены. Единственный оставшийся неисправный компонент — это сгоревший передачик радара Посейдон. Это редкая деталь, такая использовалась только в установках Посейдон. Возможно, по-настоящему умелый ремонтик, сумел бы подчинить передачик. Я умелый ремонтик. Вы перепаиваете электросхемы и скручиваете провода в сломанном передаче к радару. Огоньки в корпусе передачика начинают мигать, и система навигации сообщает, что готова к работе. Ок. Поговори со штурмом. Навигатор. Привет, солдат. Система управления функционирует в полном объёме. Награда выдана. Вам следует продолжить диалог с капитаном, сэр. Ага. Хорошо. Ага. Капитан, вы хорошо послужили нашему благородному делу. Несмотря на все злодеяния мусорщиков, я надеялся, что чип удастся добыть, не прибегая к насилию. Даже сейчас они планируют отомстить нам. И что это значит? Со злостью. Вы думаете, что справились бы лучше? Моя реплика упрёк им, а не вам. Я должен наградить вас за труды ещё одним последним заданием. Мы всего в одном шаге от того, чтобы начать нашу священную миссию. Я с радостью помогу. Иного я и не ожидал. Этому кораблю нужны подшипники для турбонасоса. Их можно найти на заводе неподалёку отсюда. Я верю, что вы справитесь с этим заданием. А починить можно? Починить можно? А починить, видимо, нельзя. Потому что маркер стоит сразу только... Куда? Куда он вообще указывает? Я его не вижу. Где маркер? Что-то я... Всё, вижу. И вот он. Цель сборки машин Корвега. Мы там уже бывали. Далековато, конечно. Но что делать? Видимо, возможности починить это у нас нет. Поэтому будем туда отправляться. Но сделаем это немножко позже. А всё потому, что время серии уже подошло к концу. А это значит, что я вынужден с вами прощаться. Вы же подписывайтесь на канал. Комментируйте. Ставьте лайки. И всем до новых встреч, дорогие друзья. А точнее, до следующей серии по Fallout 4. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok